Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 10 июня, Православная Церковь совершит память мученица Еликаниды Солунской. Святая мученица Еликанида жила в III веке в городе Фессалонике. Во время гонения на опоследователей Христа святая Еликанида пришла в город Каринф и стала убеждать язычников оставить служение бесчувственным идолам и поклониться единому истинному Богу, Творцу Вселенной. За эту проповедь она была схвачена и приведена к правителю Перинью, который и ласками и угрозами тщетно пытался склонить святую к принесению жертву идолам. Святая мученица была подвергнута истязаниям, но мужественно перенесла их. Тогда ее бросили в горящую печь, но она вышла оттуда невредимой, ибо ангел Господень остудил жар. Считая святую волшебницей, правитель придумывал для нее новые мучения. С головы стали сдирать кожу, грудь и голову ей опаляли огнем. Остановив пытку, судья снова принялся уговаривать святую Еликаниду принести идолам жертву, обещая ей почести и звание жрицы. Внезапно святая согласилась. Ликующие жрецы и народ повели ее в капище при звуках труп или тавр, и по просьбе святой оставили ее там одну. Но святая Еликанида, исполнившись богатырской силы, повергла и разбила всех идолов. Порождав долгое время, жрецы вошли в капище. Увидев разорение, они пришли в безумную ярость и повлекли святую деву с криками. «Предать волшебницу смерти!» Святую мученицу стали избивать, а потом бросили в темницу, где она провела пять дней. В темнице святой мученице явился Христос Спаситель со святыми архангелами Михаилом и Гавриилом, исцелил ее от ран. Наконец, святую отдали на растерзание зверям. На нее выпустили трех голодных львов, но звери подошли с покорностью к мученице и лизали ей ноги. Толпа язычников кричала и требовала смерти волшебница. Но в это время львы выскочили с арены и бросились на людей, которые в ужасе бежали. Не зная более, что предпринять, правитель приказал отсечь голову святой Еликаниде. Когда святую повели за город для усекновения, она подняла руки свои к небу и начала молиться, говоря так. «О Христе Боже мой, приди ныне ко мне, предстань рабе Твоей в час этот, исполни свое обещание и введи меня во святую ограду Твою, сопричисли меня к Твоим благословенным овцам. Сопричти меня к женам Тебе угодившим, Саре, Ревеке, Рахиле, Лии, Сусане и ко Твоей пренепорочной Матери, причистой Преснодеве Марии, так же и к Марфе и Марии, сестрам Лазаревым и к пророчице Анне, свидетельствовавшей о Тебе вместе со святым Симеоном, богоприимцем, при Твоем средине. Сопричисли меня и к Елисавете, матери предтечи Твоего и Анна, и к первомученице фекле, присоедини меня к их числу и сподоби меня почить с ними навеки. В то время, как святая молилась так, слышен был голос с неба, возгласивший «Гряди, дочь моя, для Тебя приуготовлен уже венец и престол». Вот и ангелы начинают воспевать торжественное песнопение для Твоего восхода на небо. Услышав такой голос, святая Еликанида преисполнилась великой радости и с весельем, преклонила под меч свою главу. Когда она была усечена, то из раны вместо крови истекло молоко, что было знамением ее чистоты. Тело же ее честное христиане похоронили с благоговением, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице, которому воссылается слава, честь и поклонение ныне и в бесконечные веки. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского, святителя Игнатия, епископа Ростовского, преподобной Елены Дивеевской, Мантуровой, святителя Геронтия, митрополита Московского и всей России, священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, святителя Германа, епископа Парижского, священномученика Еладия, епископа Восточного, преподобного мучеников Макария Маржова иеромонаха, Дионисия Петушкова, схимонаха, священномученика Николая Арестова, диакона, мучеников Игнатия Маркова и Петра Юдина, исповедника Ираклия Матиха, схимонаха, преподобного мученицы Гермогены, Кодомцевой Монахине, совершается празднование иконам Божьей Матери, Никейская, бысь чрева твоя святая трапеза, галическая, чухломская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос!